Сегодня в столичный научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии транспортировали десятерых пострадавших, получивших ранения на вчерашних перестрелках на Кыргызско-Таджикской границе. Среди поступивших шестеро это жители Баткенской области, а четверо представители пограничных служб. При этом стоит отметить, что трех пострадавших в столицу доставить не удалось, так как крайне тяжелое состояние пациентов не могло позволить их транспортировке. Нургуль Усманова – родная сестра из женщины, которая пострадала накануне во время вооруженного конфликта. Именно в телефонном разговоре она узнала, что родственница получила ранение. Дом моей сестры находится рядом с воинской частью. При попытке сбежать с горящей точки моя сестра получила огнестрельное ранение. Из-за того, что там была чрезвычайная ситуация, ей четыре часа пришлось ждать помощь, теряя кровь. Сейчас я даже не знаю, в каком она состоянии, мне ничего не говорят. Состояние стабильное, удовлетворительное. Сейчас будет здесь проводить соответствующие обследования, после будет определенная тактика лечения. Стоит отметить, что среди пострадавших был 14-летний ребенок, которого также доставили в столицу. На данный момент в состоянии шока мальчик не может выговорить свою фамилию. Мирим Куаначпек, КЗ, Тюлек Джуматаев, Новость Ошпери.